Как и любые сложные технические процессы, запуски ракет и космических аппаратов не обходятся без аварий. В этом топе предлагаем посмотреть 5 неудачных запусков ракет с 1959 по 2014 года. 12 декабря 1959 года неудача постигла и Титан. Ракета взлетела, но через несколько секунд взорвалась без видимой причины. После первоначального осмотра остатков были сделаны предположения о поломке двигателя или о разрушении конструкции. Но кадры скоростной киносъемки полета убедили комиссию по расследованию аварии, что причиной взрыва является блок самоуничтожения. Взрыв возник именно в месте его установки. Через несколько дней, при более детальном осмотре местопадения ракеты, удалось обнаружить блок управления самоуничтожением, и его замкнутые реле подтвердили правильность предположений. Atlas Centaur — это американская ракета-носитель. Ее пятый пуск состоялся 2 марта 1965 года и закончился полной неудачей вследствие закрытия топливных клапанов через одну секунду после старта. Ракета упала на стартовую площадку LC-36A и сильно повредила ее в результате мощного взрыва. NASA было вынуждено форсировать строительство резервной площадки LC-36B, которая изначально планировалась как резервная, но ее строительство было остановлено на этапе 90% готовности. Расследование показало, что причиной аварии стала неправильная установка датчика давления, который отправил команду на закрытие клапанов. Первый испытательный полет ракеты-носителя Ariane 5 состоялся 4 июня 1996 года и был неудачным. После старта до 36,7 секунды полет проходил штатно. Однако после этого момента ракета Ariane 5, находящаяся на высоте приблизительно 3700 метров, внезапно отклонилась от запланированной траектории, начала разваливаться на часть и взорвалась на 40 секунде. Это произошло в начале полета. Номинальное время работы двигателя первой ступени составляет 575 секунд. По сразу же проведенному анализу данных было определено, что ракета вела себя нормально до того момента, как вдруг она отклонилась от курса и самоуничтожилась. Взрыв произошел на высоте приблизительно 4 километров, на удалении в 1 километр от стартовой площадки, и осколки были рассеяны на площади около 12 квадратных километров. В саванне и болотах некоторые фрагменты упали возле стартовой площадки, но она осталась нетронутой. Российская ракета-носитель Proton-M упала 2 июля 2013 года на первой же минуте старта. Через несколько секунд после старта ракета изменила траекторию полета, после чего развалилась и сгорела в небе. Обломки ракеты упали рядом со стартовой площадкой. Запуск ракеты Proton-M транслировался в прямом эфире телеканала «Россия-24». Что-то, кажется, идет не так. Что-то не так. Кажется, это будет катастрофа. Вот ракета направляется к земле и распадается в воздухе. И взрыв! Итак, прямо в прямом эфире состоялся неудачный запуск ракеты Proton-M с тремя спутниками российской медитационной системы «Клонность» на борту. Воздух поднимается к лобу черного дыма. Так прокомментировала запуск ракеты ведущий в студии новостей. В момент взрыва в ракете-носителе Proton-M находилось почти 500 тонн топлива. В состав ракетного топлива входят гептил и амил. Это ядовитые вещества, которые после взрыва могли попасть в слои атмосферы и почву. На месте крушения ракеты были проведены работы по очистке почвы. 28 октября 2014 года в 18 часов 22 минуты по времени восточного побережья США ракета «Антарес» с космическим грузовиком «Сайгнус», который должен был доставить более двух тонн груза к МКС, взорвалась по прошествии всего лишь шести секунд после своего старта на космодроме Уоллапс, что на атлантическом побережье США. К счастью, от взрыва никто не пострадал. Запуск ракеты транслировала в прямом эфире НАСА на своем сайте. Поднявшись на несколько десятков метров, ракета-носитель вместе с грузовиком взорвались и полностью уничтожились, после чего на стартовой площадке космодрома произошел еще более мощный взрыв и начался сильный пожар.